Здравствуйте, в эфире телеканала Север, программа актуальное интервью в студии Любовь Пермякова. Сегодня у нас в гостях режиссер фильма «Лед», клипмейкер, наш талантливый земляк, Олег Трофимов. Олег, здравствуйте. Здравствуйте. А «Майор Гром» забыли, это же самое актуальное. «Майор Гром», да, но... Самое актуальное интервью же. Да, мы его еще увидим, мы еще не видели его, да, думаю, что скоро увидим. Да, я надеюсь. Олег, вы помните фразу из песни «Та заводская проходная», что в люди выявила меня, помните? Нет. Не помните? Нет, я про заводы песни не очень помню, да. Да, но вот образно говоря, что для вас стало той проходной, вот в полный метр? Это люди, которые окружали связи, учеба? Я думаю, что в моей жизни, так и в жизни, наверное, многих людей, абсолютно особенно, когда дело касается творчества, случайность, это как бы все, все происходит случайно. Даже и в данный момент времени, как бы ни казалось уравновешенным действительность, любой телефонный звонок, вот прямо сейчас кто может позвонить, и все может перевернуться с головы на ноги или с ног на голову, ну куда угодно. Случайность происходит каждый день. И в вопросах творчества нету какой-то такой постепенной, знаете, в иерархии какого-то сценария, по которому ты движешься, и вот здесь проходная, здесь предбанник, здесь что-то еще. Такого нет. Все это какое-то количество случайностей. Однако все эти случайности, они происходят лишь тогда, когда, ну, есть потенциал для того, чтобы они могли случиться. И, конечно же, на возможность вдруг снять кино, на возможность получить это предложение от продюсеров повлияло, в принципе, все. И моя жизнь в этом городе, то, что, и чему здесь напитался, люди, с которыми я общался здесь, которыми я общался в Петербурге, и университет, в котором я учился, и те дела, которыми я занимался, и те дела, которыми я не занимался, это все повлияло. Поэтому, я думаю, что эта проходная в дистанции в 23 года, в 24, когда я получил вот это предложение, наверное, вот это и есть вся проходная, вот это время, которое произошло. Просто эта случайность произошла именно в тот момент, с течением обстоятельств. Думали, что придете вот к полному метру, или хотели все-таки связать свою жизнь с клипами? Да, я хотел свою жизнь связать с клипами, и, кстати, до сих пор ее связываю, не отпускаю эту узду. Но, честно говоря, я хотел, но позже. Я думал, что не готов, вот, и, наверное, был не готов. Но, видите, реальность, она как бы сама за меня решила, говорит, иди. Вот, я попробовал, и, оказалось, сработало. Читала, что, когда вам предложил снять клип Тимати, вы отказались. Почему? Первый раз, да. Не понравилась его музыка? Честно, да. Я так и поняла. Приятно, признаться. Ну, да. Музыка это такая, ну, вся моя семья музыкальная. И папа, и братья, и даже мама, если честно. Все это связано как-то с музыкой, и есть какой-то, ну, не то что ценз внутренний, но какие-то пристрастия определенные. И музыка это какая-то, ну, пожалуй, что-то такое вот святое, что есть во мне. И, конечно, не хотелось тратить себя. У меня были какие-то ошибки чуть-чуть более в ранний период времени, когда, ну, просто брали и делали. И часто музыка, на которую мы снимали, ну, скажем так, причиняла боль. Потому что это, как режиссер, когда работаешь, ты много времени проводишь с этим материалом, и если он не твой, то тебе может стать либо скучно, а если он прям совсем не твой, может быть больно. Ну, просто потому что должен ее все время слушать, должен в нее вникать, должен ее почувствовать. Это как, ну, не знаю, надо совать руку в костер, а если там слишком горячо, то будет не очень приятно. И поэтому вот то первое предложение, которое я поступил от него, музыкально мне было не близко. Совсем я понял, что если я возьмусь, даже учитывая, что я не работал тогда с известными, хоть сколько-то известными людьми. Ну, это был шанс, да? Да, это был шанс, но я решил его упустить просто для того, чтобы остаться честным с самим собой. Вот. А мама меня упрекала в этом какое-то время, пока я не смог ей объяснить, в чем действительно причина была моего отказа. Она говорила, ну что, это же шанс, это возможность. Ну, вот человек, и не важно, что он там пишет, но это возможность зацепиться. Я подумал, что лучше зацеплюсь за что-то другое. И, слава богу, не ошибся. За что? Потому что он предложил буквально через 3-4 месяца вернуться и говорит, окей, да, мы поняли, что это тебе не интересно, но у нас есть действительно классный проект, который... То была, говорит, такая конъюнктура, а вот здесь есть важная вещь, да, это был клип «Вертолет», да, и тут сработало. Помните свой первый клип? Да, для брата, для Рустама. У него была группа «Донкаст», сейчас он уже сам занимается этой музыкой, но тогда у них была группа, они играли в Москве, я жил еще в Петербурге, и, ну, я подумал, если я хочу снимать клип, а у моего брата есть группа, почему нет? Мама еще говорит, Олег, как бы ты можешь сложить один плюс один? Он такой, точно, точно, да, да, это была такая очень интересная пора, интересная проба. До сих пор этот клип лежит у меня в хранилище, вот, есть у меня хранилище, ну, в форме жесткого диска, не более того. Да, вспоминаю с улыбкой это время. Вы сказали, что мама, да, часто обращаетесь к маме, да, за принятие к каким-то решению. У вас вообще удивительная судьба, удивительные родители, папа, да, Барт известный в Ненецком округе, но все-таки вот в творчество вложилось больше мамы или папы, или это такой совместный семейный проект получился, что все дети успешны, это же редко бывает. Я думаю, тут, на самом деле, дело не в успехе, и мало, мало значит, успех или не успех. Я думаю, что правильнее было бы говорить о том, что мы счастливы, вот, и это самая большая заслуга родителей. Они как-то смогли вложить нас и какие-то, ну, как мне кажется, основы какого-то гуманистического воспитания, и, конечно же, творчества. Но мама уделила очень много внимания тому, чтобы мы закончили музыкальную школу все втроем. У нас в троих было чуть по-разному. Мне, например, очень тягостно это давалось при каком-то желании заниматься музыкой. Также было очень много противоречий. Хотелось гонять в футбол, хотелось играть на гитаре, не на фортепиано, хотелось петь панк-рок какие-то песни, а не какой-то джаз, да, или академическую музыку. Хотелось чего-то другого, но мама настояла на этом. Она проявила волю какую-то родительскую, и, конечно, это были конфликты. Но она того стоила. Мама всегда говорила, ты потом скажешь мне спасибо. Я говорил, ни за что, и потом сказал спасибо. Но в то же время, например, папа просто потому, что он все время пел, все время писал и о нас, о каких-то вещах, которые нам знакомы, о каких-то вещах, которые знакомы ему, и мы через его музыку узнавали и его жизнь. И люди, которые приходили к нам в дом, друзья, родители, они тоже занимались творчеством и музыкой. Много ее было. Это просто была среда по умолчанию. И, наверное, тот факт, что мы выросли и видели мир, вот этот вот достаточно маленький локальный мирок из нашей семьи и семей друзей, казалось, что это нормально, когда взрослые люди коммуницируют друг с другом, общаются не только посредством слов и поступков, но еще и творчеством, песней в том числе. Только позже, со временем я понял, что это не то чтобы обычно. Так не всегда и не везде бывает. Но так получилось. Это была основа основ. Мы как говорили, как делали какие-то поступки, так же мы и пели, и рисовали. Это была часть базовой коммуникации. Вот так люди общаются и выражают свои чувства, свои мысли. Вот так они делятся своими чувствами друг с другом. Это была основа какая-то. Я потом уже понял, что это не совсем нормально. Ну вот это все повлияло, все вместе. Родители, конечно, старались. Ну, не знаю, если у вас дети, но наверняка каждый родитель знает, что все, чему мы хотим и хотели бы научить своих детей, это еще не все. Есть то, что ребенок сам впитает, независимо от того, хотим мы этого или нет. И вот творчество, это была как-то просто безусловная вещь. Она была в нашей семье, и мы это впитывали. И даже если бы родители не наставили на этом, она бы все равно отложилась. В Наринмар вас тоже привела мама. Давно здесь не были? Да, да, я здесь не был, по-моему, три года. Заскучал, заскучал. Я приехал к маме, да, чтобы она еще раз повидала. Изменился город? Он меняется, неспешно, но меняется. Изменилась сильно моя улица, улица Тиманская, на которой я вырос. Она, конечно, изменилась полностью. Я бы сказал, что ее уже нет. Остались буквально два дома, четыре, может быть. Вот два дома, в котором живу я. Тут двухэтажка новая. Новая она называлась сейчас, ей вышли 30, наверное, или 40. А все остальные дома, которые так дороги моему сердцу, конечно, уже исчезли. Их снесли, будут строить какие-то новые цветные из пластика домики с яркими крышами. Это, конечно, сильно тяготит. Этим я печален. Но, тем не менее, березы, этот берег Курии, это все есть. Эти дороги, пусть они выглядят теперь иначе, и теперь понесли. Там можно ездить, теперь это не песок, а асфальт, разметка, тротуар. Это прекрасно, это здорово. Эти изменения действительно очень хороши. Но вот для какого-то такого упоения душевного, конечно, мне очень не хватает. Той самой улицы, на которой я вырос, вот этих удивительно прекрасных домиков. Еще где-то на Озерной сохранились дома, и где-то дальше там на Ордалина. Я вчера ходил по поселку Искатели, и сохранились эти двухэтажные дома с какими-то деревянными узорчиками. Это, на самом деле, это уникальная архитектура, и она очень красивая. Не знаю, местные жители за все время прожитые здесь, может быть, уже и не видят этой красоты, потому что просто находятся в ней, это уже часть быта. Но вот так, возвращаясь сюда периодически, редко возвращаясь домой, я вижу эту красоту, и мне, конечно, очень не хочется, чтобы она исчезала и скрывалась за цветными пластиковыми фасадами. Нет желания снять здесь фильм? Есть. Есть? Конечно, есть. Это желание и, скажем так, и от внутреннего какого-то потребности увековечить эту память и сделать ее материальной. Потому что, ну, картинки в голове, они недолговечны, это раз, а во-вторых, они очень спутанные, вот, и превратив это в кино, в материальный образ, да, в кинопленку или, я не знаю, в цифры. Это документальный фильм был? Я не знаю, честно говоря, я не знаю, что это должно быть, но потребность такая есть, вот, внутренняя. Ну, и с точки зрения уже более какой-то такой рациональной, я думаю, что наш округ это уникальное совершенно место и по своей природе, и по вообще городскому укладу, с точки зрения того, как люди здесь живут, как располагаются, поселки, как город, где, какая культура здесь есть. Это просто нужно запечатлеть. Я очень хочу наведаться вот в ближайшие дни в наш музей краевой, как-то вот освежить, понять еще раз, еще раз подробнее, теперь осознанно понять, из чего же состоит культурный наш округ. И, может быть, как-то это подтолкнет меня на какие-то дальнейшие шаги для удовлетворения этой потребности. Олег, читала, что вы негативно относитесь к современной музыке, популярной в России. Почему? Она вас не трогает? Да нет, я бы не сказал, что негативно отношусь, может быть, я как-то резко где-то выражаюсь, но стоит только попросить прощения у всех музыкантов, которые занимаются современной поп-музыкой. Но да, она меня не трогает. В целом, это вопрос, наверное, глобально к поп-музыке как к явлению. Может, это какой-то снобизм возник в процессе, не знаю, то ли жизни в столице, то ли из-за того, что музыка какая-то осмысленная и чувственная, всю жизнь сопровождает меня, и какой-то вот сенс вырос, а вместе с ним снобизм. Но популярная музыка, она очень простая. Мне кажется, есть тысяча разных способов рассказать о том, что ты чувствуешь, о том, что ты думаешь. И есть тысяча способов, которые не просто, скажем так, будут знакомы и понятны другому человеку, но и смогут его обогатить, смогут, может, даже его где-то вылечить. И это, мне кажется, действительно... Музыка должна быть со смыслом, да? Музыка ничего не должна никому. Вот, это я говорю о том, что мне нравится. Понятно. Вы помогаете непопулярным музыкантам, знаю, да? Пишите им, предлагаете снять клипы. Вам зачем это нужно? Поддерживаете таланты? Хороший вопрос, никто не спрашивал, зачем мне это надо. Я не знаю. Не знаю. Понятия не имею, честно говоря, зачем мне это нужно. Ну, как бы объяснить. Иногда бывает, что ты встречаешь какую-то музыку или какое-то кино, неважно, какое-то творчество или даже человека, который вдруг разбивает тебе сердце, в хорошем смысле этого слова, когда вдруг, ну, с тобой происходит какой-то очень сильный эмоциональный всплеск какой-то происходит. Ну, и это важно, это как-то тебя обогащает, это как-то чему-то, что-то в новое в тебя приходит, что-то важное, ты чувствуешь, что это важно. И когда я вдруг нахожу вот такие вот эмоциональные переживания, они приходят, я знаю, что вот, есть эти музыканты, есть ребята, которых я случайно нашел, мне хочется еще, хочется, ну, как-то общаться с ними, хочется как-то связаться с ними, и еще больше этого хочется. Это какая-то такая, не знаю, может, я паразитирую на них, я не знаю. Ну, в общем, я сразу им пишу, и, во-первых, просто благодарю их, а потом говорю, ну, может быть, мы что-то можем сделать, потому что, ну, у меня есть, скажем так, какие-то инструменты, которые могут быть им тоже полезны. И таким образом мы продолжаем общаться, так вот, с Сережей Сироткиным, с Савой Розановым, этот проект «Синег Даха Монтак», вот мне просто хотелось очень общаться с этими людьми, хотелось еще слышать их музыку, хотелось в эту музыку погрузиться с головой и создать что-то вместе, то есть заняться просто каким-то коллективным творчеством. Вот поэтому, наверное. А тот факт, что в результате... Сейчас музу поймали, я так понимаю. Наверное, да. Сейчас я его уберу сюда. А тот факт, что это потом как-то помогает музыкантам приобретать большее количество внимания со стороны, как, например, Сереже Сироткиным произошло. Вот первый клип, он собрал достаточно большой клуб на 400 человек, хотя до этого у него были более маленькие площадки. Второй клип мы выпустили, и он собрал уже... Клуб А2 называется, там, 2000 человек был sold out. И очень много людей действительно через музыкальное видео, как-то так получается, что видео распространяется в сети активнее, чем лишь звуковая волна. Пришло много людей. И тут же вечерний ургант, что-то еще, что-то еще. И сейчас он уже, скажем так, достаточно популярный артист. Хотя вот, ну, начинал буквально так, очень скромно, с небольшой публикой, все люди знают его. То есть чувствуете талант, да? Наверное, так же, как Федор Бондарчук почувствовал в вас талант. Как так получилось, что тогда никому неизвестному, да, режиссеру доверили фильм «Лед»? Вот вы ожидали? Помните, когда к вам позвонили и предложили вот чувства ваши? Наверное, какие-то сомнения терзали, смогу, не смогу. Нет, конечно, терзали сомнения, вплоть до момента выхода фильма, терзали сомнения, что на самом деле я облажался. Ну, правда, это конечно. Потому что, ну, сомнения – это какая-то нормальная вещь. Уверенности нет ни в чем. Даже, ну, и до сих пор я не очень понимаю, хорошо это или, там, недостаточно хорошо. Нет какой-то убежденности в том, что все прошло правильно. Но есть убежденность в том, что правильно, что это произошло. Вот как-то так. А к моменту, когда, ну, вот, позвонили, предложили, я, честно, был абсолютно уверен, что это просто возможность лично мне практиковаться, предложить им что-то, услышать ответ «почему нет?» и как-то чему-то еще научиться на будущее. Я помню, очень хорошо запомнил момент, когда мне сделали предложение, сказали, вот, и сценарий, ты его прочитай, сделай режиссерскую экспликацию. Это такой документ, где ты прописываешь все-все-все, что ты думаешь о сценарии. Как может выглядеть это, как может выглядеть то, как можно снять вот это, как снять вот это. А герои, как они выглядят, вот, какие могут быть артисты их сыграть. Ну, в общем, разработка режиссерская, вот, все, что ты думаешь об этом фильме, напиши и покажи, что думаешь. Мы посмотрим и решим. И вот я сидел две недели, не поднимая челесел со стула, я писал, 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 и вот сегодня мне нужно идти и показать это все. Я захожу к другу перед встречей этой. И помню, мне посетило такое мысль, такое чувство, что несмотря на то, как пройдет эта встреча, понравится им это или нет, но вот как только я выйду за порог твоего дома, уже все изменится полностью. Если они скажут мне «Да, я буду снимать кино» и войду вообще совершенно в другую какую-то, ну, рельсы уведут просто вообще какую-то в другую сторону, о которой я, честно, даже не думал. То есть жизнь просто изменится. А если они скажут мне «Нет», то она все равно изменится, потому что я, в принципе, внутри уже снял этот фильм, и теперь все, что я буду делать, все, что я буду снимать, уже будет с отсылкой к этой, как бы там, неудаче и к этому опыту, который я приобрел. Вот, ну, эта развилка наступила. Может быть, предбанник был там, в квартире моего соседа, друга, вот перед тем, как я вышел на эту встречу, вот, переступил за порог. Когда я, ну, вот, сделал все, что я мог на тот момент и просто ждал ответа «Да» или «Нет». Конечно же, не было никакой уверенности. Скорее, была уверенность, что, ну, вряд ли я буду это снимать. Но вот это случилось. И, не знаю, я говорю, это череда случайностей. Опять же, есть огромное количество режиссеров, куда более талантливых, опытных и там, я не знаю, ну, да, опытных, чем я. Но почему-то они дали шанс. И вот почему они дали шанс, наверное, надо спросить у них. Потому что я, честно говоря, не знаю, о чем они думали, когда взяли меня на съемки этого, ну, большой, сложной картины. Ну, может, не прогадали, может, и нет. Четверку лидеров оно вошло. Прокат был очень шикарный. Прокат был классный, да. Ну, а людям-то понравилось. Это такая важная вещь. Я до сих пор еще не понимаю, как это до конца работает. И это сложность. До сих пор я еще, ну, не до конца понял, как с этим жить. С этой критикой. Вот. И с этой, как бы, с тем, как люди, просто люди приняли это кино. Ну, насколько оно понравилось, насколько оно важно показалось. Сколько писем. Я огромное количество писем получил и в Инстаграме, и Фейсбуке, ну, не почтой. Но, тем не менее, и до сих пор мне постоянно пишут, говорят о том, насколько это кино оказалось, там, важным или просто приятным к просмотру. Мне писали, мне писала однажды женщина, говорит о том, что у нее трое детей, у младшего, ну, какие-то очень серьезные проблемы со здоровьем. И вот посмотрела этот фильм и поняла, что ни ей нельзя сдаваться, ни ему нельзя сдаваться. И они снова поднимаются и идут заниматься какой-то реабилитацией, чем-то еще. И, ну, так много было таких вещей. И меня это, честно говоря, ну, это шокировало, как, ну, то, что я, ну, что я, вот, вот я, Олег, да, что-то я делаю, какими-то своими делами, там, занимаюсь, копажусь. И тут вдруг получается резонанс, и это влияет на людей. И, ну, с хорошей стороны, многие люди просто писали о том, что провели здорово эти полтора часа времени, там... Некоторые смотрели по три, по четыре раза, насколько я знаю. Влюбились в героев ли или в соседей, напротив. Неважно. Ну, в общем, очень большой потенциал реализовался какой-то эмоциональный, положительный. В то же время критики, а те люди, которые находятся в контексте мирового кинематографа, его достижений и провалов, они говорят, о, нет, это вообще посредственное кино. Это даже не кино вовсе, а так жвачка и попкорн. И я где-то их понимаю, но где-то не могу понять, как же тогда оценить кино. Может быть, просто в силу того, что зритель не находится в контексте, ну, просто зритель, который ходит в кинотеатр, ну, в большинстве своем, он не находится в контексте мирового кинематографа. Он здесь сейчас испытывает некую потребность или ничего не испытывает. И вот идет на фильм, и потом начинает что-то чувствовать, да, или как-то удовлетворяет свою потребность. И оно либо работает, либо нет. Здесь я до сих пор не понимаю, как с этим быть. И, наверное, все-таки снимать кино только для критиков, да, тоже здорово, статуэтки, Венецианский кинофестиваль, там, Берлинский кинофестиваль, не знаю. С другой стороны, с другой стороны, то, та работа, которой я занимаюсь, эта съемка кино, она для людей. Она для того, чтобы люди смотрели и испытывали определенные чувства, что-то узнавали себя или, может, что-то новое. Это кино не для себя. Ты можешь взять гитару, написать песню, спеть ее, и, в принципе, ну, там, спеть кому-то еще. Это не, скажем так, не, не, не знаю, хотя с музыкой это не самый лучший пример, но, тем не менее, кино, особенно большое кино, оно для огромного количества людей. И только так. Нет смысла снимать кино для 10 зрителей. В этом нет никакого смысла. Ну, либо должно быть вот такое маленькое кино, потому что трудозатраты огромные. И очевидно, что кино должно быть приемлемым, понятным, должно работать на широкой аудитории. Вот Лёд сработал на широкую аудиторию, но критики ей сказали «да». Вот. Я не очень понимаю, как дальше с этим быть. Наверное, ну, можно и нужно, то, с чего я говорил о музыке, нужно, наверное, быть еще чуть умнее и хитрее, и с точки зрения ремесла, может быть, опыт тоже позволяет делать более объемные, сложные вещи, на которые так же трогают. Ну, вот, например, не знаю, там, фильм Нолана Кристофера, одного из моих любимых режиссеров, «Интерстеллар», да, он, честно говоря, достаточно умен и интересен, и необычен, и глубок, но в то же время понятен огромному количеству зрителей. То есть, по всему миру люди смотрят и выплачут. Ну, или там взять «Титаник» тот же, или еще какие-то фильмы Кэмерона, например, как режиссер, или «Назад в будущее». Здесь и снобы, и критики пищат, и люди пищат уже десятки лет. И, наверное, вот это действительно круто. Это вот тот самый баланс какой-то удивительный, когда кино удовлетворяет потребности всех. И, наверное, хочется туда. Лед, видите, вот как-то здесь остался. Тронулся-таки, да, сердца? Ну, он тронул сердца людей, но не критиков. А критики тоже важны, потому что мы живем, и мы работаем, я говорю про кинематографистов, в очень узкой маленькой среде. И нам важно мнение друг друга. Ты не можешь идти прям против течения очень долгое время. Особенно, когда дело касается именно коммерческого кинематографа. Если ты автор, и тебя никто не понимает, ну, это такое прям... Это может быть твой... Это может быть твоя сила. Никто меня не понимает, я не нравлюсь ни зрителям, ни критикам, но я делаю то, что я делаю. И, возможно, когда я умру, люди будут чтить память о моих проделках в книгах. Может и такое быть. Но в коммерческом кино чуть иначе все это работает. Я еще поратаюсь разобраться, как. Ну, вот, снял я один фильм, сейчас делаю второй. Мне это не до конца ясно, я еще только учусь. Знаешь, что ходили в кинотеатре, когда шла премьера, и видели вот изнутри все эмоции зрителей. Поразили они вас? Да-да, поразили. Я же говорю, очень много писем было. И много очень, скажем так, земляков писало, что за что-то тоже дикое спасибо. Для меня это какой-то внутренний пункт был очень важный. Важно было, чтобы здесь, дома, это кино понравилось. Ну, моим друзьям, или людям, которые меня знают, или просто людям, которые знают, что это сделал кто-то из Нарьимара. Это было важно. Вот. И я, типа, очень рад, очень рад тому, какой получил отклик. Это, правда, приятно. Вот. И это, ну, здорово, что сработало. Хотя я уверен, что найдется еще столько же людей, которые скажут, но они просто, может, не высказывались публично. Это нормально в творчестве. Но это только начало. Это нормально, когда мир делится пополам. Пора бы к этому уже привыкнуть. Да. Олег, сейчас у вас идет работа над новой картиной. Расскажите о ней подробнее. Когда будет, наконец-то, премьера, зная, что уже отснят материал, идет работа над монтажом. Да. Это фильм «Майор Гром, Чемной доктор». Это первый фильм по российским комиксам компании Bubble. Они уже много лет, по-моему, лет восемь, создают комикс-вселенную. Есть множество героев, множество реальностей со своими проблемами, какие-то пересекаются с тем, что касается нас сегодня, какие-то нет. Но вот одна из самых популярных линий этих комиксов, комиксы про майора Грома и «Чемного доктора». «Чемной доктор» — это такой злодей, который убивает коррупционеров, убивает людей, у которых, скажем так, в руках власть, но которые остаются безнаказанными, с которыми закон правосудия ничего не может сделать. А майор Игорь Гром, он как раз олицетворяет, то есть он является, он работает в полиции. Это человек, который искренне пытается сделать так, чтобы правосудие работало. У него ничего не получается. А у «Чемного доктора», который просто берет и сжигает этих людей заживо, у него получается отлично. И в обществе возникает резонанс, возникает пополам раскол. Кто герой все-таки? Это как критика и зрители. Может быть, может так. Кто все-таки герой? Человек, который приступил закон, но совершил справедливость? Или человек, который изо всех сил пытается законными, или, скажем так, никого не убив и не поранив, решить этот вопрос? И возможно ли решить этот вопрос, не запачкав руки? Если так можно выразиться. Но при этом «16+,» это кино не для взрослых, это кино для подростков. Это достаточно такое. Там есть и юмор, это, скажем так, не высоколобая драма. Это развлекательное кино. Но тема, центральная тема, сквозная этого фильма, она, мне кажется, актуальна сегодня не только в России, но и по всему миру. Коррупция и безнаказанность, скажем так, больших людей, это вещь, вещь, которая преследует, мне кажется, человечество всю его историю. И вот мы решили поговорить об этом. Кино будет большое, яркое, красочное. Там будет множество молодых, не то, что молодых, а новых лиц, новых артистов, которые как-то еще не сильно светились и точно уж не примелькались на киноэкранах. Много будет всякой разной графики, много будет огня. из эффектов. Это большое, большое кино, для меня это такой прям вау. Я не знал, что так умею. Пока еще не понял, тоже смог или нет, но мы в процессе работы. Мы закончили съемки, сейчас идет монтаж, потом будет звук, цвет, еще полгода, может, чуть больше займет процесс подготовки фильма, но параллельно с этим процессом мы выпускаем какие-то промо-материалы. Есть в Инстаграме канал «Майор Гром, Чемной доктор», где есть куча интервью и с артистами, и с людьми, которые работали над этим фильмом, где вот чуть-чуть по чуть-чуть мы рассказываем о том, что это за вселенная, что это за кино, как оно делалось, о чем оно. И выпускаем трейлеры. Вот 2 октября на Комиконе будет представлен второй уже трейлер этой картины. А первый пока можно посмотреть на YouTube. мы на сегодняшний день собрали 2 миллиона просмотров. Это немного, но здорово. Режиссер клипа это совсем другое, чем режиссер кино по масштабу. Тяжело было? Смертельно. Смертельно. Я в жизни так никогда не работал, как на льду. Я, честно, вышел оттуда худой. И вдруг я закончил снимать, когда мне было 27 лет, год занял полтора этот процесс. Ну, правда, это была очень тяжелая работа. Надо очень много всего держать в голове. Это структура такая. Клипы это как строить загородные дома. Они могут быть один этаж, два этажа, могут быть из бетона, из дерева, из стекла, такие, сякие, дизайн, сад, огород, все что угодно. Разные. И разные я делал. Но тут приходят люди и говорят, нужно построить небоскреб. Как бы это тоже здание, тоже есть этажность, инфраструктура, но этот небоскреб, там вообще другие правила работают. И я до конца этого не понимал. А когда окунулся, понял, что ой-ой-ой-ой, ай-ой-ой-ой. Я приходил домой ночами и почти плакал. Житель Виктории Вика, они ошиблись. Я не могу, я не смогу это сделать, я не умею, я так не делал никогда. Но, как показывает практика, учишься, пока делаешь. К сожалению, наши институты не способны выучить специалиста, который будет знать, как снимается кино, по-настоящему. Сейчас в России нету, скажем так, достойного образования, к сожалению. Это к вопросу, может быть, если кто-то интересуется, куда поступать, я понятия не имею. Ну, может быть, в Афгик. Но они все равно ничему не научат тебя. Научат потом практика. Только так. Ну, как бы там ни было, вот я оказался в ситуации, когда я понятия не имею, как это делать, и страшно, и тяжело было. Я азиат, ну, много крови азиатской, и у меня не растут усы и борода. Только чуть-чуть. Вот здесь чуть-чуть, это все, на что я способен, и чуть-чуть здесь. Так вот, после съемок фильма «Лед» у меня появился седой ус один. И знаете, для того количества усиков, которые есть у меня, это прям целый сектор, это большая потеря. Так что, могу так сказать, это было очень тяжело, и седой ус тому подтверждение. В чем черпались силы? Это же колоссальный труд, это такая большая ответственность, и перед зрителем, и перед продюсером. Да, да. Перед всеми. Слушайте, не знаю, честно, не знаю, но мне кажется, это такая вещь, как на войне. Хотя, к счастью, я не воевал, и надеюсь, не придется никому из тех, кого я знаю, но тем не менее, ты идешь, и у тебя есть задача, и у тебя нет пути назад, ты не можешь сказать, знаете, ребят, я подумал, это слишком сложно, чао-какао. До свидания, да. Нет, не работает, ты уже пошел туда, и от тебя ждут какого-то результата, и ты должен сделать максимум. И, возможно, это не будет ровно столько, сколько ты запланировал, а чуть меньше, или чуть по-другому, но ты должен сделать максимум. И ты в итоге просто идешь и делаешь это. И усталость, да, есть такое еще, вот сейчас модно говорить о депрессии, выгорании на работе. И вот ты выгорел, и вот, да, и обязательно пишешь какой-то пост в Фейсбуке или ВКонтакте о том, каково это, когда ты чувствуешь упадоксил, и, наверное, это болезнь, и надо лечить, и Минздрав должен заняться. Да ну, нет, ты выгораешь, но у тебя есть еще 25 тысяч дел, и 100 людей, которые ждут от тебя новых решений, и дел, каких-то, и поступков, и ты должен идти и делать. Ты выгораешь, и ты выгоревший идешь, потом как-то вроде норм, еще живой, появляется второе дыхание, потом третье, четвертое, пятое, это как бы часть процесса выгорания. Вот как-то так. А где черпать сил, я понятия не имею, потому что пока идет кино, у тебя нет возможности вдохнуть воздух. Ты ныряешь, и просто вот там находишься. Нет возможности, нет выходных, нет ничего, это сложная работа. И, честно говоря, не знаю, где-то, видимо, внутри. Я предполагаю, что я забираю свои года оттуда, и, может быть, мне осталось жить чуть меньше, чем я планировал изначально. Вот, но пока вроде живой, мама говорит, чуть постарел. Ну, откуда-то они берутся, я не знаю. Наверное, это некие резервы, и я уверен, они у каждого есть. Ну, просто когда ты испытываешь свое тело, оно показывает, на что оно способно. Вот если бы не испытывал, я бы и не узнал, что могу это сделать. Пришлось, сделал, оказалось, что могу. Олег, спасибо большое, у вас неиссякаемая энергия, талант. Спасибо огромное. Желаю вам новых творческих проектов, после критики, о них положительно отзовутся. Я бы стараюсь сделать все, чтобы они... Миллионы зрителей уже ваши, да, и хотим, в честь нашей встречи, подарить такой тоже небольшой творческий подарок, документальный фильм в условиях военного времени. Наши радиокомпании, это документальный фильм о трудовом подвиге в годы Великой Отечественной войны. В нашем округе? Да, в нашем округе, конечно. А там есть материалы, там фото и видеохроника, кинохроника в нашем округе? Да, есть. Я потому что не видел, честно говоря, кинохронику и очень хотел как раз заглянуть в музей, может быть, у них что-то сохранилось, а вот это очень... Спасибо огромное. И программа Тинь Ивана о нашей ненецкой культуре. Класс, а это я жене покажу и сам посмотрю с удовольствием. Спасибо огромное. Спасибо вам большое, приходите, приезжайте. С удовольствием. Напомню, это была программа «Актуальное интервью». В студии был Олег Трофим, режиссер, клипмейкер. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»